Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень важных вещах, особенно когда речь заходит о том, как рассказать историю, которая будет интересна от начала до конца. И эти важные вещи, это, собственно, и есть начало и завершение фильма. Как кино начинать так, чтобы оно нас цепляло, сразу захватывало. В общем, делалась какая-то магия, создавалась магия. Причем речь идет ведь не только о сказке или о фантастики. Магия кино подразумевает любой жанр, когда речь заходит именно о том, чтобы мы еще только что, казалось бы, не знаем, что нас ждет впереди, когда мы смотрим вдруг раз, происходит то, что называется крючок. Такой вот, как рыба заглатывает крючок на рыбалке, так вот мы, зрители, попадаемся на этот крючок, который нам подсовывают авторы фильма. И поэтому, конечно, начать фильм всегда интересно каким-то эпизодом, который не обязательно нам все раскроет сразу, да, не так, как в рекламе. Допустим, бывает, когда мы смотрим на резку рекламы, туда часто вставляют какие-то очень зазывные, опять же, эпизоды, цепляющие наше сознание и так далее. Но, обратим внимание, в рекламу, если это умные такие, что называется, порядочные кинематографисты, они в рекламу никогда не вставляют самые вкусные эпизоды. Они вставляют туда интересные, интригующие, но самое вкусное они оставляют, что называется, на потом. Вот когда мы придем в кино еще раз или будем смотреть фильм, то вот тогда-то во всей полноте раскроется история. Но начало действительно должно нас захватывать. И вот я, выбирая, какую бы цитату взять для того, чтобы обозначить нашу тему разговора о началах, да, о началах фильмов, я вспомнил такие знаменитые слова Альфреда Хичкока о том, что фильм должен начинаться с извержения вулкана, а дальше действие должно идти по нарастающей. Потом я выяснил, что это слова, возможно, не Хичкок сказал или не только Хичкок говорил, но это не так важно. Это то, что называется кинематографический фольклор. А может это звучать и не только как извержение вулкана, а, допустим, фильм должен начинаться с землетрясения. Землетрясение и, опять-таки, дальше действие должно идти по нарастающей. Почему? Потому что, конечно, речь идет не о фильмах катастроф, как-то шутливо так отметил Хичкок. Он имел в виду, что под извержением вулкана, под землетрясением, он подразумевал какую-то сцену, сцену нас умеющую захватить, наше внимание. Тут я еще одну могу привести цитату, но только теперь уже из Чарли Чаплина. Чарли Чаплин — великий мастер. И начал, и финал, и особенно финал. И вот он очень просто обозначал то, как должен начинаться фильм, может начинаться экранная история. Он говорил, что фильм должен очень просто, не должен, а может просто начинаться. То есть человек вышел из дома, пошел по тротуару, а потом пошел по канату. Вот еще один такой парадокс, еще одна, конечно, понятное дело, такая немножко нереалистическая формулировка, как может развиваться фильм. Он имел в виду, что должно произойти что-то необычное. То есть было все как всегда, была обыденность, а потом раз, и что-то выводит героя из привычного состояния. И вот это что-то и есть обычно, если не в первой, то во второй или максимум в третьей сцене от начала. Но обычно это, конечно, происходит в первые, максимум в первые 10 минут фильма, если речь идет о полнометражном, конечно, кино. Но если фильм короткий, допустим, короткометражный, 10-минутный, то, соответственно, надо эту первую сцену делать яркой сразу же. То есть на первой, на второй минуте фильма может происходить. И какие же примеры могут здесь быть для нас такими классическими показателями первых сцен, которые нас цепляют, которые нас вовлекают в сюжет? Я буду приводить примеры, скажем так, семейные, преимущественно даже для семейного просмотра. То есть те фильмы или мультфильмы, которые с детства помнят родители или уже знают и любят дети нынешние или подростки и так далее. Наверняка многим известен советский, отечественный наш мультфильм, многосерийный мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». «Приключения капитана Врунгеля», где целая кругосветная такая вот эпопея происходит на экране. Вокруг света знаменитый капитан Врунгель вместе с своими помощниками движется на маленькой яхте, яхте, которой он дал название в самом начале. Он дал название такое, чтобы с таким названием можно было бы просто, что называется, стрелой облететь вокруг света. Он назвал свою яхту «Победа». «Победа» и тогда, значит, все получится. Но что происходит буквально в одной из первых сцен? Когда эта яхта должна была отчалить, торжественно отчалить от берега, а, кстати, действие должно потом происходить, скорее всего, там четко не указывается, но по описанию в книге, да и в мультфильме, в общем, видно, что это портовый город, и, скорее всего, Ленинград. Тогда Ленинград, теперь опять город, из которого вернули историческое название, Санкт-Петербург. Но будем говорить о Ленинграде, там, 100-летней давности, и вот там отчаливает эта самая яхта «Победа». И что происходит? Две буквы названия, которые укреплены на корме, буквы «П» и буквы «О», случайно отлетают, слетают, значит, с этой кормы. И когда яхта уже отчалила, там, правда, не обошлось без сложностей, и какие сложности, вы, наверное, и так знаете, а если не знаете, посмотрите, плывет эта яхта для участия в регате кругосветной, где множество кораблей должно участвовать. И вдруг по радио с изумлением и недоумением, и даже некоторым возмущением капитан Рунгель слышит о том, что к регате присоединилась яхта «Беда». Яхта «Беда». Какая «Беда», думает он, «Победа». Потом он заглядывает за кормой и видит, что у него двух букв не хватает на корме. И, казалось бы, с таким названием надо срочно разворачиваться, срочно, значит, как говорится, ремонтировать, срочно возвращать две буквы. О, вот мой помощник заскочил. Ну что, капитан Рунгель не из тех, кто, как говорится, дает слабину. Ну-ка, давай ты нам не будешь мешать. Эх, вот видите, какая у меня неуемная кошка. Но она уже не в первый раз снимается в кино, точнее, в передачах о кино. Что тут скажешь? Капитан Рунгель молодец именно потому, что он не боится. Не боится плыть с названием заведомо опасным, каким-то вот таким, что с ним не победить. Это легко победить с названием «Победа», а вот с названием «Беда» победить гораздо сложнее. И он, конечно, победит. И вот эта первая сцена, казалось бы, задающая такую тревожную интонацию, она переходит в дальнейшие, значит, неоднократно повторяемые подвиги в Рунгеле. Что бы там ни происходило, яхта, беда, прет, прет своим курсом к победе. И это будет в конце. Еще из классики советского доброго, веселого советского кино, всем известная уже многим поколениям, известная кинокомедия «Джентльмены удачи». «Джентльмены удачи» — это, строго говоря, милицейский приключенческий фильм. Или, как сказать, криминально-милицейский. Тогда была еще милиция, это сейчас она полиция. Но в любом случае мы видим, как персонажи, большая часть из которых уголовники, главные персонажи, они тоже попадают в множество веселых передряг. Но главный герой, выдающий себя за матерого рецидивиста, он как раз человек хороший, он вообще воспитатель в детском саду. О том, что дяденька толстенький, лысенький, похожий на артиста Евгения Леонова, воспитатель мы узнаем с удивлением, опять-таки. Мы видим, что этот человек спокойно собирается на работу дома в обычной квартире, потом едет на работу, приходит куда-то. Что за учреждение? Почему-то множество детей. Вдруг выясняется, что это детский сад, а он заведующий детским садом. Представляете, это, конечно, необычный ход, интригующая сцена, но особенно она во всей полноте. Эта сцена открывается и раскрывается в эпизоде, когда наш герой, вот этот совершенно негероического вида дяденька, доказывает, что он специалист, что он мастер. Вот это понятие, герой должен быть мастером в своем деле, он усмиряет детвору, которая не хочет завтракать. Вот это сцены, которые тоже, я думаю, все, кто видел фильм, помнят. Дети не хотят завтракать всем детским садом, там стучат ложками, не хотят есть. Молодая, неопытная воспитательница ничего не может с ними сделать. Тогда заходит наш дяденька, который говорит, друзья мои, сегодня завтрак в нашем детском саду отменяется. Ура! Кричат детвора, кричит, не понимая, что их тоже ловят на крючок. Он говорит, что мы сейчас все летим на Марс, говорит герой. А вот чтобы там не проголодаться, надо как следует подкрепиться. И вот, можно сказать, одураченные, проведенные вокруг пальца детишки тут же начинают лопать. Эту кашу, которую только что не хотели лопать. Наш герой победил в этом конфликте. И это одна из первых сцен фильма, которая задает тон, с одной стороны, комедийный, понятное дело, но и самое главное, он задает о том, что главный герой все-таки человек с характером. Но этот характер ему предстоит еще в дальнейшем весь фильм то и дело, что называется, подтверждать, раскрывать и так далее. И так далее. Ну и, конечно, можно приводить примеры не только из отечественного кино, как я уже сказал, да, старого, доброго, веселого. Есть и примеры зарубежные, тоже достаточно всем известные. Вот, например, в этом году вышел Джеймс Бонд очередной. Джеймс Бонд это герой, который любим, любим. Почему? Потому что он тоже всегда побеждает. Это, конечно, Супермен. Это не наш лысенький, толстенький персонаж из «Джентльменного удачи». Но Джеймс Бонд, эта серия, эта франшиза, она характерна таким вот приемом, для нее характерен такой прием, что в самом начале каждого фильма о Джеймсе Бонде, их уже несколько десятков снято, за полвека почти, в каждом фильме о Джеймсе Бонде обязательно есть такое, знаете, начальное приключение, вступительное приключение. Можно сказать, это пролог. Действительно, пролог это не просто начало фильма, экспозиция, это некий фильм в фильме, маленькая история, в которой есть своя драматургическая структура. То есть там есть и экспозиция, и развитие действий, кульминация, развязка. И это приключение в течение 10, а может даже иногда 15 минут, оно разворачивается еще до титров, опять-таки, знаменитых вот этих бондовских титров, которые тоже уже имеют свою определенную эстетику, их и пародировали, эти титры, и всячески, можно сказать, и вышучивали. Но это канон уже определенный, и каждый фильм обязательно из этого приключения начинается. Когда оно заканчивается, и Джеймс Бонд еще до всей истории основной нам в очередной раз показал, что какой он удалец, вот только после этого начинаются вступительные титры. А зрители думают, ну, если это только начало, что же там дальше-то будет, если тут такая кутерьма, такие головокружительные приключения. Да, это вот типичный, можно сказать, характерный начальный эпизод для боевика. Но если брать кино более спокойное, то начало может быть вовсе далеким от, что называется, извержения вулкана. Вспомним еще одну классику, тоже американскую, но другого совершенно жанра, Форест Гамп. Форест Гамп, правда, так сказать, что драма, психологическая драма, это тоже не совсем так. Это такой фильм на стыке и драмы, и комедии, и даже абсурда немножко, и сказки. Но в любом случае, это фильм, ставший уже таким вот и национальным достоянием американского кино, и весь мир его знает, и любит, в общем-то. Мне трудно говорить, что кому-то не понравится Форест Гамп. Совсем не понравится. Но все помнят, кто смотрел этот фильм, тоже начальную сцену, где нет ни стрельбы, ни экшен, ни погонь. А просто мы видим скромно одетого, такого немножко недотепистого мужчину, который сидит на лавочке где-то в сквере и обращается прямо к зрителю. Ну, кажется, что он к зрителю. На самом деле он к прохожим обращается, которые мимо проходят, и он говорит вот такие знаменитые слова. «Здравствуйте, меня зовут Форест, Форест Гамп. Хотите конфету?» И вот эта конфета, она потом не раз, значит, появляется. Новая, новая конфета. В течение фильма те, кто смотрел, знают. Он просто... Весь фильм так и просидит на этой скамейке, но будут бесконечные такие развернутые флешбеки его жизни рассказываться, и он этими конфетами угощает случайно встретившихся людей. Вот такой вот прием, который действительно может быть неспешным, простым, но тоже цепляющим нас и запоминающимся, самое главное. Главное, что нужно в кино, это чтобы мы запоминали, но, конечно, желательно запоминали по-хорошему, да, не просто чтобы потом смотреть, ой, какая противная там сцена была, да, и зачем я это смотрел. Наоборот, в кино нам интересно вспоминать то, что вкусно, ярко, позитивно, не побоюсь этого слова. Но бывают и такие сцены, когда и вообще ни диалогов, ни действий вроде бы не происходит. Это еще один такой особый случай, когда мы видим ожидание, может быть так, ожидание чего-то. И в этом смысле я люблю приводить пример из еще одного жанра, мы пока его не упоминали сегодня, это жанр вестерна. Вестерн, один из самых знаменитых, наверное, за всю историю этого жанра, называется он «Однажды на Диком Западе». «Однажды на Диком Западе», сразу понятно, что вестерн, да, снятый еще в конце 60-х годов прошлого века итальянским режиссером Серджо Леоне. Там чем запоминается вступительная сцена? Ни в одном большем фильме, я вот не знаю, такого длинного, скажем, вступления. Это еще есть такое понятие «опенинг», то есть представление фильма через титры, через как бы череду титров. Вот там почти 10 минут на какой-то захолустной станции мы видим трех очень мрачных, опасных типов каких-то, дико западных таких, явно криминальных, которые приходят на эту самую станцию и ждут чего-то, ждут, ждут. И вот это томительное ожидание, почти 10-минутное, которое перемежается редкими титрами вступительными, такими, знаете, как час по чайной ложке, там в минуту один титр появится, другой, причем это композиционно очень интересно составляется. В общем, не только для любителей вестерна, а вообще для киногурмана, для любителей кино, это такое прямо удовольствие смотреть. И только к концу 10-й минуты примерно выясняется, что они ждут поезда, они ждут, что сейчас должен прибыть поезд. Они кого-то ждут. А кого они ждут, это мы узнаем, если мы посмотрим это кино. Те, кто не смотрел. А те, кто смотрел, знают. И дальше следует сцена, которая тоже много пародировали, воспроизводили всячески и так далее. Вот таким образом можно сказать, что какой бы жанр ни был, нас хотят всегда привлечь к тому, что будет дальше. А, естественно, концовка тоже важна. Концовка, она должна быть даже еще интереснее, чем начало. В чем особенность финалов, в чем особенность завершения фильма, об этом мы поговорим на следующей передаче, которую, я надеюсь, вы тоже посмотрите. Спасибо.